Мейкуны, сфинксы, бенгалы, британцы, шотландцы, персы и еще несколько очень редких пород. Зоумир в Красноярске завершился масштабной выставкой кошек. Хозяйка Деванрекса, мы вас приглашаем на сцену с животными. Это одна из самых редких и дорогих пород, представленных на выставке. Эти кошечки очень умные и добрые. Характерная особенность этого вида – череп Деванрекса напоминает форму сердца. Может быть, поэтому питомцы стоят до 180 тысяч рублей. Породу вывели англичане. Пошла из Англии, из поместья Деваншир. Поэтому она так и названа Деванрекса, потому что шерсть – черепа. 15 пород и больше 80 питомцев – это выставка, на которой присуждаются титулы. Самые достойные представители на таких мероприятиях становятся чемпионами. Это порода корни Шерекс, уникальность в особенности ее шерсти. Они рождаются с такой шерстью. Пудрявой. Порода очень подвижная, очень любит детей. Очень активные, дружелюбные. Постоянно играют. Этот питомец у нас, ему 9 месяцев. Кличка у него «Лоуэйв» – «Хараброе сердце». Мы дома скромно король зовем. Сейчас выставляется в открытом классе на титул чемпиона. К слову, не все коты и кошки приезжали на выставку за титулами. У некоторых были и более прикладные задачи. Кота звать Вениамин, но ему в декабре исполняется год. Мы решили прийти на выставку, чтобы найти ему невесту. А вот этот голубоглазый персидский красавец на выставку приехал из Новосибирска. Его заводчица говорит, порода незаслуженно была забыта в последние годы. Сейчас персид – это, наверное, самый ленивый из пород, который есть. И, в общем-то, можно сказать, персид – это кошка, которую тебе положили, и там возьмешь. Абсолютно спокойно себя чувствует в любой ситуации с детьми. Мой сын младше, 6-летний, приходит в садик и берет подмышку. Котенка, пойдем играть. Все. То есть за ним ходят дети, как котята. Специалисты рассказывают, на животных существует мода, и кошки – не исключение. Если еще 15 лет назад самыми популярными были персы, то теперь все хотят мейкунов. Вот и на нынешней выставке эта порода была самой многочисленной. А вот организаторы были удивлены тем, что очень много посетителей приходили на выставку посмотреть на кошку за миллион. Каракет, там что-то F1, то есть это от степной рыси и бенгала, по-моему. Или бенгала, или абиссина. Это как бы первое. F1 – это когда дикое животное смешивается с домашним животным. Понимаете, это разведение всегда пробное и достаточно сложное, и поэтому, наверное, такая цена. Одна в Сибири. Я думаю, что не каждый готов продать машину ради кошки. Для тех же, кто выбирает домашнего питомца, не по породе, а по сердцу, на выставке можно было найти и обычных милых кошечек из городских приютов. Дина Володина, Александр Ермошенко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова